Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, Дэвид Копперфильд и Клаудия Шифер, две юных лесбиянки Лена и Юля, Николай Басков и Оксана Федорова, публика с большим интересом читала про эти звездные романы. Наши звезды, в отличие от западных звезд, свои пиар-романы стряпают очень нелепо и порой действительно крайне гротескно. Зачем знаменитым людям фальшивые романы? Кто придумывает эти союзы? И какие дивиденды получают все участники этих лав-стори? Мы спасли друг друга от отчаяния. Роман Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева начался в 2008 году и сразу попал на обложки глянца. Они познакомились на конкурсе «Новая волна» и легенда гласит, что у Лазарева случилась любовь с первого взгляда, несмотря на то, что Кудрявцева была старше певца на 12 лет. Плоский телевизор такого не покажет. Лера Смуз ТВ стала популярной еще в веселые 90-е, но пик карьеры эффектной блондинки пришелся на нулевые. Хрупкое тело с внушительным искусственным бюстом, белые локоны тоже ненатурального цвета. Общепринятый стандарт красоты, навязанный глянцем. Так хотели выглядеть все девушки, мечтающие о романе с очень богатым мужчиной. Но выбрала Лера певца, молодого, красивого, но совсем не олигарха, потому что главное не деньги, а чувства. Когда Лера Кудрявцева и Сергей Лазарева объявили о романе, конечно, многие сначала поверили в этот роман, потому что Лера прекрасная девушка, очень симпатичная, сексуальная. Сергей тоже завидный жених, понимаете. Это было попадание очень хорошее, публика им верила. Сергей Лазарев ворвался на нашу эстраду с романтичной балладой «Белль». Тогда он пел в составе дуэта «Смэш». Вместе с ним в дуэте пел Влад Топалов, а всеми делами голосистых юношей рулил папа Влада, продюсер Михаил Топалов. Миша Топалов, он достаточно жесткий человек был, и по отношению к Сергею, и по отношению к Владику, к своему сыну. Михаил Топалов считал, что Влад и Сергей должны быть главными секс-символами российской эстрады. Раздавал красивым девушкам бесплатные билеты на концерты группы и требовал от парней поддерживать имидж ловеласов. Но в итоге Лазарев из группы ушел и начал сольную карьеру. И вскоре в интернете появились сплетни, отвращающие от него женскую аудиторию. Сергей Лазарев не стал публично высказываться по этому поводу, и все эти разговоры утихли, когда он стал появляться на публике под руку с эффектной Лерой Кудрявцевой. Невозможно ходить за руку, взявшись с человеком, изображать любовь, какие-то чувства, если совсем не испытываешь никакой симпатии к человеку. Лера и Сергей действительно были очень симпатичны друг другу. У них были общие интересы, оба боролись за место под солнцем в российском шоу-бизнесе. Любили красивый пляжный отдых, Лос-Анджелес, спорт, эффектную одежду и шоппинг. Доверяли друг другу сокровенные тайны. Словом, идеальная пара. Но те, кто знали шоу-бизнес изнутри, в настоящий роман никогда не верили. Любовные романы, связи, своды, разводы и прочие амурные коллизии – это всегда благодатная почва для поддержания угодствующего интереса к известной персоне. Или удачный ход для пиара артиста-начинающего, страстно желающего всенародной славы. Вспомним роман Николая Баскова и «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой, который так эффектно выглядел на обложках популярных журналов. Она в свое время решила запеть, а просто так, знаете, влезть на эстраду, ну, даже будучи «Мисс Вселенной» сложновато. Нужно через кого-то туда залезть. А кто у нас самый такой народный блондин Басков? «Мисс Вселенную» певец якобы отбил у ее тогдашнего мужа Филиппа Тофта. После победы в главном конкурсе красоты Оксана отказалась от короны и выбрала личную жизнь. В то время она была подругой питерского бизнесмена Владимира Голубева. Но в итоге пара распалась, красавица дала несколько интервью, в которых пожаловалась на то, что не может прозябать в золотой клетке. И вскоре вышла замуж за немецкого манекенщика Филиппа Тофта. Но откуда ни возьмись красивый и талантливый Басков, которого не смутило то, что Федорова в законном браке. И в это поверили, понимаете? То есть поверят сейчас во все, потому что мы хотим немножко быть подальше от нашей черной действительности. В 2001 году молодой артист Николай Басков заключил брак со Светланой Шпигель, которая была дочкой его продюсера, очень богатого и влиятельного бизнесмена Бориса Шпигеля. У пары родился ребенок, но семейная жизнь длилась всего пятилетку. Супруги расстались плохо, и вскоре Басков заявил, что собирается жениться на Оксане Федоровой. Пресса стала публиковать фривольные фотографии влюбленных. Николай Басков – это такой, знаете, дежурный жених на нашей эстраде. Потому что он такой добрый, такой дужка, такой щедрый, что он готов пропярить любого, кто к нему обратится. Поэтому к нему все и липнутся, собственно говоря. Роман с Оксаной Федоровой закончился через пару лет, и Федорова успела закрепиться в звездной тусовке. Перед сообщением о разрыве пара эффектно спела ремейк знаменитого хита «Дельфин и русалка». Блонди и красотка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Мы, к сожалению, решили расстаться. Известно, что звезды продают роли в своих клипах или поют дуэтами с кем-то за большие деньги. Так писала пресса, в свое время богатые мужья оплатили внимание Филиппа Киркорова к Анжелике Агурбаш и утратившей былую популярность Маши Распутиной. Так в клипе Димы Билана появилась модель Елена Кулецкая, про которую потом говорили, что она стала возлюбленной известного артиста. Я думаю, что в случае с Кулецкой там был кто-то другой, третий в этих отношениях очень богатый и стоящий непосредственно за Кулецкой, за кадром. Но Баскова в том, что он берет деньги с женщин, которых объявляет своими возлюбленными, никто не обвиняет. Похоже, ему просто нравится провоцировать публику, и он по доброте душевной помогает одиноким дамам пробиваться к звездам. Серия фотографий с балериной Анастасией Волочковой якобы была сделана папарацци на Мальдивах и случайно утекла во всемирную сеть. Но даже наивным старушкам очевидно, все это постановочные, срежиссированные снимки. Звезда едет куда-то отдыхать, обычно она там сама себя снимает, и потом присылает фотографии, и это выкладывает как какой-то сенсационный материал, папарацционное расследование. Со стороны Николая Баскова налицо благородная помощь подруге, которая ушла из большого балета, не состоялась как актриса, но хочет быть в центре внимания. Правда, говорят недоброжелатели, фотографии эти выстрелили абсолютно мимо. Волочко уже настолько себя запятнало, со всякими союзами, когда верить уже в ее какой-то союз с кем-то совершенно невозможно. О романе Филиппа Киркорова и Анастасии Стоцкой заговорили перед премьерой мюзикла «Чикаго». Киркоров тогда пробовал себя в роли продюсера и ожидал от мюзикла большого успеха и денег. Он просто криминал, он болит на повал, но для него я первая навсегда. Но на самом деле Киркоров просто вводил с собой повсюду Стоцкую ради ее раскрутки. А вот Настя действительно была в него влюблена. Для него он был просто богом стал в какой-то момент. То есть для него он запомнил все ее пространство просто. Она просто жила им. Это была любовь на самом деле с ее стороны. Но Филипп Бедросович был в то время женат на Алле Пугачевой. И все время говорил о том, как любит свою супругу. Правда, вездесущие журналисты раскопали, что две звезды живут как бы вместе, но на самом деле врозь, в двух соседних квартирах. И это все что угодно. Крепкая дружба, совместный бизнес, но не настоящий брак. Не было скучно, не было рядом мужчины, такого настоящего, к которому можно положиться. И думаю, Филипп Киркоров возник именно в этот период, когда был вакуум абсолютный. За годы, проведенные рядом с Примадонной, Киркоров стал настоящей звездой. Брак этот был во всех отношениях для него полезным. Вот представьте себе, был не кем, а стал всем. Но говорят, что звездную семью разрушил в том числе мюзикл «Чикаго». Киркоров влез в долги, но проект себя не оправдал. А наивная публика искала причины разрыва в романе Киркорова с Анастасией Стоцкой. Я думаю, что если бы у Киркорова был бы роман с Настенькой Стоцкой, то ему бы не понадобились суррогатные мамы для рождения своих детей. Но давайте смотреть на вещи трезвые уже в конце-то концов. Подробности семейной жизни и развода Киркорова и Пугачевой стоили прессе очень дорого. Говорят, что один федеральный телеканал заплатил им за интервью об этом 1 миллион долларов. Не может артист высокого полета, который состоялся как личность и состоялся как звезда в шоу-бизнесе, не может идти на такой размен души. Не думаю, что от Аллы Борисовны по этому поводу отвернулась какая-то часть публики. Отвернулись дураки. Умные люди, которые любили ее за ее песни, они, я думаю, простили Алле Борисовне все, что угодно. Сергей Лазарев – самый близкий человек в моей жизни, уверяла Лера Кудрявцева. Сладкая парочка любила бывать на виду и постоянно демонстрировала нежные чувства. Через три года отношений они объявили, что скоро свадьба. К этому времени каждый из них заметно улучшил свои позиции в российском шоу-бизнесе. Их популярности гонорара заметно подросли. Вот такая вот новая пара конферансье такая, понимаете, образовалась. Это очень способствует получению заказов. А когда сейчас предновогодняя гонка за любой заказ, то ты роман можешь завести, ну, извините, даже с собакой. Сергей Лазарев – обладатель ярких вокальных данных. А вот быть одной из десятков красивых девушек, способных вести концерты, гораздо труднее. Поэтому Кудрявцевой, шептались за спиной телеведущей, этот роман был гораздо нужнее, чем Сергею. В принципе, вся жизнь звезд – это желание появиться на обложке журнала, газеты или где-то там в телевидении, в какой-то передаче, чтобы их обсудили как следует. Лера Кудрявцева до романа с Лазаревым уже дважды выходила замуж. Первым ее мужем был музыкант из группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. У пары родился в начале 90-х сын. Семейная жизнь была бурной и несчастливой. Потом она неудачно сходила замуж за бизнесмена Матвея Морозова. Пережила немало романов и давно научилась разбираться в мужчинах. Я думаю, что Лера Кудрявцева давала себе отчет, что таким людям, как Сергей Лазарев, как Коля Басков, как Филипп Киркоров, им в принципе женщины не нужны. Им нужна сцена. Они очень творческие люди, и в общем-то они женаты на сцене. Но Лера твердила, что выходит за Лазарева замуж. А в июле 2011 года стало известно, что на втором месяце беременности у нее случился выкидыш. Сергей находился рядом с любимой и всячески ее поддерживал. Свадьбу пришлось отложить, а свое несчастье две звезды тоже сделали темой для обложек журналов. Я не гинеколог, я не акушер, не доктор, поэтому не могу сказать, правда ли, была ли беременность, не было ли беременности. Но я думаю, что все-таки это придуманная история. Всероссийское сочувствие к себе пыталась вызвать и Анна Калашникова. Она собиралась замуж за Прохора Шаляпина. Уже, как уверяла всю страну, родила от него ребенка. А Шаляпин в эфире ток-шоу «Пусть говорят» заявил, что планирует сделать ДНК-тест, потому что не верит в то, что именно он отец ребенка Анны. Но несмотря на все скандалы и ссоры, Анной Прохор все равно назначили дату свадьбы, примеряли свадебные наряды и снимали клипы про свою неземную любовь. Только в день свадьбы я поняла, что ее не будет. Я находилась в таком тумане. Помимо личных каких-то переживаний, да, личной боли, которую мне причинил близкий человек, еще получилось публичное такое оскорбление на всю страну. Прохор Шаляпин – настоящий специалист по фальшивым романам и бракам. Одни говорят, что его женитьба на Ларисе Копенкиной была абсолютным материальным расчетом, а вот несчастная женщина питала искренние чувства. Лариса была в него безумно влюблена. Сейчас она ведет какие-то курсы женского обаяния, как соблазнить молодых парней. И я уверен, что огромное количество женщин тут несут ей деньги и говорят, «Научи, мы тоже хотим спать с Шаляпиным». Другие уверены, что эта колоритная парочка занималась общим бизнесом. И денег, на которые якобы повелся Прохор, у Копенкиной не было и нет. Их пригласили изображать роман, чтобы пропиарить жилой комплекс в Турции. А дальше они увлеклись и дошли до ЗАГСа, подсев на постоянное внимание публики. Я думаю, что она так и останется одинокая, либо найдет себе какого-нибудь очередного такого же проходимца, как она сама, типа Прохора Шаляпина, абсолютного бездаря, который своей смазливой мордашкой просто проложил себе дорогу в шоу-бизнес. Шаляпин, как говорят в народе, кинул Калашникову. Сорвал свадьбу и отказался от ребенка. Но она не в накладе. Девушка очень хотела славы, но особых талантов не имела. Качественный глянец был для нее недоступен. Калашникова украшала обложки малотиражных журналов. Фальшивый роман с Шаляпиным сделал ее известной на всю страну. И она, наконец, попала на обложку престижного и популярного издания. Нужно же что-то, каким-то образом проникнуть в средства массовой информации. Так почему не взять уже известного человека и закрутить с ним такой роман? Такие пары – настоящая удача для любого глянцевого журнала. Владиславу Доронину завидуют миллионы. Он сказочно богат, и рядом с ним одна из самых желанных женщин планеты. Радостно и за Наоми Кэмпбелл. Она вот такая вот, скажем так, оторва, со своей гнусной репутацией модельной. То ее поймали пьяную, то еще что-то. Все-таки, наконец-то, нашла свой причал. Русский миллионер познакомился с черной пантерой на Каннском фестивале. Завалил ее дорогими подарками, воздвиг для нее на Рублевке дворец и обеспечил содержание, которое ей не предлагали и в лучшие молодые годы. Ну, это тот самый случай, когда богатый чувак купил себе крутую телку. В искренность чувств этой пары поэтому верили немногие. Доронину льстила, что рядом с ним топ-модель со всемирной славой. Алчная Наоми нашла огромный кошелек. Плюс поправила потрепанный имидж. Она превратилась в женщину в статусе за положительным героем. Это как сейчас жена Дональда Трампа, бывшая модель, да, теперь это первая леди США. Теннисистка Анна Курникова тоже хотела улучшить имидж. Она много снималась для обложек в обнаженном виде, но хотела перейти в разряд девушек серьезных. У нее нет ни одного крупного выигранного чемпионата. У нее нет ни одних действительно серьезных спортивных регалий. Поэтому пиарщики начали делать свое дело. Пресса начала писать о романах Анны с разными знаменитостями. Павлом Буре, Сергеем Федоровым. Но золотую жилу теннисистка обнаружила в лице Энрике Иглесиаса. Журналисты таблоидов писали, что Аню привели на съемки клипа Энрике, и певцу она сначала очень не понравилась. Он отказывался с ней целоваться и в роль вошел с большими усилиями. Ей очень был нужен такой вот герой-любовник, мужчина, которого знает весь мир. И Энрике Иглесиас, конечно, это было просто бинго попадание в яблочко. Ему, разумеется, также для успешной карьеры нужна некая девушка, которая была бы с ним рядом. Он же должен, так сказать, быть мачо, героем-любовником. И молодые люди организовали крепкий союз, от которого каждому была большая польза. Энрике избавился от подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации, а Анна уже 10 лет подогревает интерес к своей персоне, не выходя на корт и вообще ничего не делая. А общественность мучает вопрос, почему же они все никак не поженятся? Анна отвечает, что о свадьбе они не задумывались. И она счастлива без официальной регистрации брака. Но верится ей с трудом. Ей, думаю, пора все-таки уже задуматься и о детях, и о чем-то настоящем, скажем так. Как это сделала Ким Кардашьян, которая весьма удачно вышла замуж за рэпера Канье Уэста и нарожала от него симпатичных детишек. А до этого она сходила один раз замуж по наружку и вообще была рекордсменкой по количеству романов. Настоящих, фальшивых, длинных и коротких. Ну, кроме того, что там были обнародованы ее домашние съемки, где она занимала секс. Просто смазливая мордашка и сексуальные формы. Самой ценной частью тела Кардашьян считают пятую точку. И она у нее действительно выдающаяся. Если на помощь приходит фотошоп, то это вполне красиво. Но враги Кардашьян говорят, что в реальной жизни ее фигура выглядит просто ужасно. Недавно у бедняжки украли в Париже драгоценностей на 11 миллионов долларов. Ее муж от переживаний за супругу загремел в психушку. И всей планете в очередной раз стало очень интересно, откуда у этой дамочки такое количество денег. Летом 2016-го ее фото поместил на обложку влиятельный Форбс. Кардашьян заработала на мобильном приложении про себя любимую 45 миллионов долларов. Неплохо для девушки, лишенной талантов, точно подметила она. Люди, идущие в шоу-бизнес, они не обладают совестью. В общем-то, да, и шоу главнее совести. Домашнее порно с участием Ким в свое время продала ее мать Крис Дженнер. Это был совместный план мамаши и дочки по завоеванию всемирной славы. А первый действительно огромный куш Ким сорвала на фальшивом романе и браке с баскетболистом Крисом Хамфрисом. Ким в то время снималась в реалити-шоу и пообещала его продюсерам, что резко повысит рейтинг. Она сыграла в темную просто с ним. Он ничего не подразумевал, кроме... И не хотел, кроме самой Ким-то, получить от этого романа. Да, она, получив с него согласие, быстро продала права на съемку свадьбы за 18 миллионов долларов. Свадьбу Ким и баскетболиста показали в прямом эфире, и потом Кардашьян устроила из их жизни действительно рейтинговое шоу. Брак продлился всего 72 дня. Заработав миллионы, она цинично бросила наивного спортсмена, который думал, что женится по большой взаимной любви. Он видит тёлку с обложки. Ну-ка, заверните мне. Схватил за задницу и тащил свою берлогу. А потом выясняется, что она его обула на деньги. И он разводит руками. Как же так получилось? Ни для кого же это давно не секрет, что многие известные публичные люди с нейтрализационной ориентацией сексуальной пытаются завуалироваться её. А как? Только наличие рядом лица противоположного пола. Женщины, да? Жирные намёки в прессе по поводу того, что знаменитому иллюзионисту Дэвиду Копперфильду больше нравятся мужчины и поэтому он не женат, появились в середине 90-х. И это совпало с падением интереса к шоу американского фокусника. Публика к нему охладела. Америка при всех её сексуальных революциях, в общем-то, это довольно консервативное общество. И для консервативной Америки совсем не интересен холостой и одинокий Дэвид Копперфильд. Гениальный сценарий по спасению положения родился в голове директора по пиару Копперфильда Венди Лейстер. Выбор пал на топ-модель Клаудио Шифер. Аттракцион был запущен на шоу Копперфильда в Берлине. Он её вызывает на сцену, она выходит, что-то там с ним показывает. Ба, все зрители в восторге, только один этот дурачок Копперфильд из Америки приехавший не знает, кто же к нему вышел на сцену. Это же Клаудио Шифер. И понеслось. Обложки глянцевых журналов, эффектные фотосессии. Публике дали очень вкусную пищу. Роман знаменитого фокусника с красавицей-моделью подавался с впечатляющими деталями. Описывался каждый дорогой подарок Копперфильда. Романтические свидания, на которые он мчится из Нью-Йорка в Париж. Клаудио Шифер стала не просто любимой женщиной, музой. Окрылённый любовью фокусник придумал новые уникальные номера и взобрался на вершину славы. Это очень выгодно. Выгодно в шоу-бизнесе, потому что об этом пишут, об этом говорят. Это всегда охотно берётся на обложку журнала. Пошли в гору и дела у Клаудии Шифер. Копперфильд сделал ей предложение и подарил кольцо за 4,5 миллиона долларов. Все домохозяйки земли завидовали и смахивали слёзы. Схема работала идеально. Пока французский журнал «Паримач» не разоблачил эту сладкую парочку. Оказывается, Копперфильд и Шифер подписали контракт, согласно которому манекенщица согласилась ломать комедию за большие деньги. Любви никакой между звёздами нет. Это проплаченный спектакль. Клаудиу Шифер получала от Дэвида Копперфильда 250 тысяч долларов ежегодно за то, что изображает из себя его девушку и в это же время не встречается ни с одним другим мужчиной. После скандальной публикации оскорблённый Копперфильд подал на журнал в суд и оценил свой моральный ущерб в сумму 30 миллионов долларов. И суд удовлетворил его требования в полном объёме. «Паримач» не выплатил ни евроцента знаменитому фокуснику. А почему? А только по одной причине. Сказав, да, окей, мы сейчас выплатим вам эти 30 миллионов, Дэвид, но вы подумайте 10 раз, потому что на завтрашний день, после того, как мы отдадим вам деньги, мы опубликуем три страницы контракта, которые остались в сейфе. А вы же сами знаете, что там написано. Две девочки страстно любят друг друга и идут наперекор родителям, школе, обществу, да что там, всей стране. В начале нулевых вся Россия была уверена, у Юли Волковой и Лены Катиной действительно роман. Группа «Тату» стала самым успешным проектом за всю историю российского шоу-бизнеса. Это было мировое признание, недоступное другим героям нашей эстрады. Нетрадиционная сексуальная ориентация, всего лишь сценический имидж, спокойно рассуждали их гордые родители. А подростки покупали журналы, где любовь двух девочек показывалась как нормальное и крутое чувство. И хотели походить на своих кумиров, не зная, что никакой любви у «Татушек» нет. У Юлии с Леной романа никогда не было. Я вам скажу больше того. В какой-то промежуток времени у них возникла просто неприязнь друг к другу. Началом конца «Тату» стала беременность Юлия. Продюсер Иван Шаповалов тогда пришел в настоящую ярость. Срывались концерты и, главное, рушился скандальный имидж, приносящий миллионы. Лесбиянки продавались лучше. Они, как говорится, соскочили с этой темы и стали обычными девчонками. Они стали просто неинтересны. Рано или поздно любая фальшь вылезает наружу и больно бьет по тем, кто использовал ее в корыстных целях. А есть ли отношения? Первые сомнения в искренности чувств Лазарева и Кудрявцевой выразила латвийская пресса. Молодые люди жили в разных квартирах и все больше недоброжелателей говорили о том, что роман у них фальшивый. Знаменитый тандем перестал существовать в 2012 году. Со временем они просто стали путаться в показаниях, я так понимаю. А может быть, вполне вероятно, им самим надоело играть эту роль. Я никогда не верил в романы людей, которые как-то вдруг, как-то вдруг, и вот они вместе, и их уже все снимают. Мне казалось, что когда ты ценишь какие-то отношения межличностные с кем-то, ты никогда это не вынесешь на аудиторию, понимаете? Но Лера с этим утверждением категорически не согласна. После пятилетних отношений с Лазаревым она вышла замуж за известного хоккеиста Игоря Макарова и не собирается скрывать от публики семейного счастья, потому что самопиар приносит ей большие доходы. Субтитры создавал DimaTorzok